привет дорогие друзья и гости моего канала цветочный сад у аленушки тема сегодняшнее видео когда прищипывать петунию первый раз на стадии рассада и зачем нужны прищипки когда нужно проводить прищипывание об этом мы сегодня и поговорим петунии заслужили большую популярность многих цветоводов благодаря деть длительному цветению растение очень широко используется для озеленения участков различных для террас балконов я думаю многие знают этот прекрасный и красивый цветок зачем же нужна прищипка вот сейчас у меня находится петуния после пикировки на стадии рассады петуния ампельные многие петуль петунии склонны к самостоятельному кущению то есть есть сорта серии где не прищипывает центрального побега вот на допустим на примере вот этой петунии уже есть кущение то есть появляются боковые побеги из пазух листьев но есть петуния где идет только центральный побег и никаких нет боковых опетлений то есть она не формирует боковые побеги а растет в один длинный стебель и если мы не про стимулируем не сделаем прищипку то дождемся образование боковых побегов очень очень поздно и в результате получится куст который будет выглядеть не аккуратно не пышно прищипывание это основной способ получения красивого и здорового куста петуния есть сорта серии которые многие садоводы многие цветоводы опытные цветоводы не рекомендуют прищипывать это такие как тайдалы опера и и многие другие но хочу сказать на своем опыте почему они не рекомендуют потому что образуется такая как бы залысина сверху но хочу вам сказать что со временем это залысина все равно зарастает и для меня лучше все же центральный побег этих сорта серии прищипывать если конечно вы хотите увидеть разницу оставьте несколько растений прищипнутым центральным побегом они как несколько растений не прищипнутым и тогда чтобы уже убедиться для себя нужно вам прищипывать или нет можете потом в дальнейшем сравнить развитие этих растений кустовым разновидностям прищипка также рекомендовано для стимуляции ветвления а в отношении большинства современных каскадных сортов она считается необязательной по вашему желанию но я повторяюсь я все же смотрю по растениям и вижу нужна ли прищипка или нужно если вы допустим еще центральный побег не вытянутый и имеет боковые ответвления то я пока его не трогаю если вижу что растение растет в один побег то конечно я применяю прищипку когда даже лучше ее проводить чем раньше мы начнем процесс формирования растения тем будет лучше первую прищипку рекомендуем делать когда на рассаде имеется не менее четырех пяти полноценных листочков удаление точки роста проведенная в этот момент не только стимулирует развитие новых побегов увеличивает зеленую массу позволяет укрепить корневую систему растений такие костики потом легче переносят и пересадку на постоянное место и пышно и долго цветут процедуру можно повторить примерно где-то через месяц когда растения оправятся от стресса окрепнут за это время на основном стебле отрастут боковые побеги и нужно будет прищипнуть уже каждый боковой побег тогда уже будет нарастать центральная шапочка пышная мощная густая с множеством зеленой массы и от каждого листика пойдут расти новые побеги и коз будет конечно вот намного по сравнению есть не прищипывать намного пышнее и мощнее и конечно от этого будет зависеть хорошее полноценное обильное цветение что нам и в дальнейшем надо будет добиться как делать прищипки для прищипки нам понадобится ножницы или канцелярский нож инструменты должны быть обязательно чистыми обработать спиртом подготовить инструмент и так определить на же правильное место для прищипки нам нужно отсчитать 45 листиков снизу и удалить верхушку побега сделав срез под прямым углом благодаря этому пету не будет расти не вверх а в сторону уже и на боковых побегах начнут формироваться новые почки из которых потом в дальнейшем появятся цветы но мы сейчас о боковых побегах пока что не ведем речь это будет совсем другое видео когда я буду боковые побеги уже прищипывать сейчас речь идет о центральном побеге и так мысль отсчитываем 45 листиков и делаем срез итак осматриваем рассаду всей петунии и делаем прищипку если на срезанных верхушках есть хотя бы по 3-4 листочка такие стебли обычно не выбрасывай а используют для вегетативного размножения то есть если наше растение уже хорошо подросло не такое вот маленькая как я прищипываю на этот раз да хорошо она высоту выросла и мы делаем срез и видим что черенок можно укоренить то конечно же с помощью вот такого череночка мы размножим сорт и берем корневин и укореняем если есть конечно полноценный черенок общие принципы прищипки какие если вы хотите чтобы петуния обильно и долго цвела сами кусты выглядели красивыми пышными стоит руководствоваться следующим правилом чем раньше будет проведена первая прищипка рассада тем легче расти не перенесет стресс и последующие пересадку на постоянное место прищипывать можно только здоровые кустики если маленькие юные растения медленно развиваются выглядят слабыми с процедурой лучше не спешить повременить каждая прищипка учитываем это задерживает сроки начала цветения поэтому обрезка проводят не более 2-3 раза за сезон но если было был пассив вернее ранний январь февраль некоторые сеют даже в декабре то конечно не два-три раза мы уже будем проводить прищипку а и даже 45 раз в зависимости как будет формироваться кустика это конечно индивидуально для растения для каждого растения потому что сорта серия развивается по-разному в результате прищипки можно получить и дополнительный посадочный материал что очень соблазнительно в смысле перспективы размножения редких разновидностей культура однако следует учитывать что слишком частые обрезки могут ослабить материнские растения поэтому не увлекаемся смотрим по растению в принципе все что хотела рассказать по прищипыванию по обрезке первый раз на стадии рассада я вам рассказала понравилось видео ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить дальнейшие мои видео кликайте под видео на колокольчик вам здоровья удачи и до новых встреч до новых интересов